Табу на символы войны. В Казахстане могут запретить товары с военной символикой российских оккупантов, а именно латинские буквы Z и V, надписи «Армия России», «Вежливые люди», а также атрибутику частной военной компании «Вагнер». Когда запрет узаконят, нарушителей планируют штрафовать. Генпрокуратурой РК Республики Казахстан в текущем году направлено предложение в правительство РК о законодательном запрете и установлении административной ответственности за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территории страны атрибутики, символики, знаков, используемых противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства. Куат Бапинов, прокурор отдела защиты общественных интересов прокуратуры Семея. Чтобы запрет заработал, а его нарушители понесли ответственность, необходимо внедрить соответствующие законодательные изменения. Скорость юридических процессов зависит от политической воли руководства Республики, считают эксперты. Предложение направлено на правительство Казахстана. В дальнейшем оно должно, после рассмотрения правительства, оно должно поступить в парламент Казахстана и поступить, в конечном итоге, на подпись Токаеву. То есть, пока вот эти все процедуры не пройдут, все эти предложения остаются пока предложением. То есть, не имеют под собой какой-то законодательной основы. Пока табу на символику оккупантов не узаконили, предприниматели готовят к нововведению. Проводят с ними разъяснительные беседы. До принятия соответствующих поправок в целях недопущения привлечения предпринимателей к административной ответственности провели разъяснительную работу по недопущению распространения через торговые сети этнополитизированной символики. Из сообщения Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан Атамикен. Спустя почти полтора года полномасштабной войны России против Украины власти Казахстана продолжают прикрываться нейтральностью, параллельно торгуя со страной-агрессором и помогая ей обходить западные санкции. Из-за этого Астана оказалась под угрозой вторичных экономических ограничений. А потому будущий запрет российской символики – это не только шаг к обеспечению национальной безопасности, но и, вероятно, попытка восстановить позитивный имидж страны. Это, конечно, ориентировано на внешние потребления, в первую очередь на то, что страны Запада, в первую очередь американцы, англичане, французы, заметят, что в Казахстане идет какое-то движение в эту сторону, в сторону противостояния с Россией, против запрета российской символики. То есть они хотят таким образом нивелировать ситуацию, которая сейчас складывается, потому что против Казахстана, против Кыргызстана и других стран Центральной Азии американцы и западные европейцы собираются ввести санкции за помощь России в обходе санкций. Помимо Украины полностью запретили или ограничили демонстрацию неофициальных символов российской оккупационной армии в Литве, Латвии, Эстонии, в Польше, Молдове, а также в Германии. Казахстан может стать первым азиатским государством, в котором заработает такое табу.